я спрашиваю там кто-нибудь есть никто не отвечает краснопоповский подземгаз это странное сооружение как странно нормально раз два три 4 5 6 7 задвижек 22 входа две трубы до выходов очень много а всем еще он восьмая там все восьмая золопопивка а подземгаз церухонопопивский фазанов распугал сначала он взлетел потом курочка пряталась до последнего прямо из-под ног выпахнула ну что же извините мне тоже тут погулять хочет нас очень трудно без пути но все равно подойти смотрю радуюсь природе птички поют солнце не печет и дождя пока не красота вот и дождик начал накрапывать но все равно это не жарко это учебрец пахнет обалденно зверобой зацветает камеру нужно всегда держать на готове ну вот только я сел позавтракать как ко мне приходил хорек посмотрите как я завтракаю но испугался быстренько так поэтому дерево запрыгнул с ловкостью белки попрыгал с дерева на дерево и там дальше спустился маленький такой симпатичный хорек вот такие пейзажи направо до горизонта пшеница и сюда до горизонта пшеница всякими дорогами приходится идти и даже не дорогами а поля потому что потому что нет дорог так как вам такие маковые поля красота красота необыкновенная куда ни повернись везде везде красные маки маки просто так не достались вот я сижу выдергиваю из носков и из кроссовок остюки видел кривлевскую стену там героев всяких и космонавтов прах замуровывали а здесь вот тоже какая-то стена все братья похожи очень друг на друга но фамилии разные памятный знак в честь механизаторов села Красная Пополка Кременского района городская могила села червона попивка давайте на призвище подаем черепня богата даже гальчинку тоже зима тоже богата вообще тут лисни-лисни кавзарей тоже богата Мозыря Мозыря Непран Остапать Поровкиных тоже богата Броварь Борлуцкий Броварь Броварь Васенко Мозаиках советских частей Родянских Руйнуется Сахтари в чене Хлеборобы Все Бзинки с квитками Трактор Ну Ну На обед пришла корова и надоела пастись Сама пошла домой Они еще одна есть Красавица измельчинку собирал теперь, а сейчас по меловым склонам, может какие-нибудь бельминиты попадутся или еще какие-нибудь интересные штучки. Кто в норке живет? Кто в глубокой живет? Молчат. А соседи кто? Кто в норке живет? Никого. Никто не отвечает. Слушал, что были такие морские организмы, которые усваивали или накапливали кремний. И таким образом получался камень-кремень. Вот тут, среди меловых гор, мне звук нравится, как стекло. На речке Красной тоже есть свой гидрологический пункт или линейка такая. Вон она туда тянется наверх. От нуля до десяти деления. Речка Красная здесь удивительно чистая. Она течет по каменному дну известняки. Эти меловые горы, туда известняки. И очень прохладная, наверное. И очень, и очень чисто. Мне так кажется. У! Это мост. Форсирование реки Красной. Так. Где тут? Как бы тут не упасть и не искупаться в речке Красной. Туда. И сюда. Еще один мост через Красную. Село Житловка. Двадцать четыре. Наверное, двадцать четыре часа в сутки работает за мост. Другого я не могу приколожить. Это за мост. Еще раз село Житловка. Мост. Пчелки собирают мед. Чебреца. Вогны не беспечено. А там уже беспечено. На то могло беспечено.